Мы продолжаем тему, которую начали неделю назад в предыдущем выпуске, и тема это путешествия по воздуху. Если кто не слушал первую часть, то, во-первых, это не страшно, сегодня у нас будут довольно-таки отдельные истории, а во-вторых, все же послушайте, мне кажется, получилось довольно интересно. Там и про подозрительные египетские иероглифы, и про воздушные казни в Древнем Китае, и про да винчи, и про воздушные шары, и многое другое. И все это легко найти в интернете по запросу Декимандры, ну или на Google и Apple подкастах, на Саундклауде, и вообще везде, где только можно. Вот в прошлый раз мы вплотную подошли, собственно, к авиации, к самолетам, к тому, что можно сесть в тяжеленную штуковину, которую, казалось бы, даже покатить будет сложно, но вот она почему-то берет и взлетает. Правда, до того, как люди к этому пришли, довольно долго считалось, что аппараты тяжелее воздуха, это не то чтобы тупиковая ветвь развития, но просто очень сложно реализуемая штука. Ну, в принципе, наших авиаконструирующих предков вполне можно понять. Действительно, если хочешь полететь, нужно быть очень легким, как те же воздушные шары и дирижабли. И десятилетиями именно эти виды воздушных путешествий всех восхищали и вообще доминировали. Если брать именно воздушные шары, то у них была серьезная проблема. Ими было очень сложно управлять, чтобы полететь в нужную сторону. Потому что их носило по ветру туда, куда хотелось ветру, а не пилотам. Эту проблему исправили дирижабли, само название которого с французского переводится как управляемый. Это такая сигарообразная конструкция, которой присобачивали кабину, и там могли сидеть пассажиры, ну или грузы. И заодно какой-то двигатель был, чтобы пропеллер дул в одну сторону, а дирижабль несся в другую. Вот первые дирижабли порхали по воздуху благодаря мускульной силе, потом в середине 19 века туда запихнули паровой двигатель, а потом и электрический. К сожалению, довольно быстро стало понятно, что когда на дирижабле паришь над всем сверху, то это можно использовать в военных целях. Уже в 1908 году выходит роман великого фантаста Герберта Уэллса под названием «Война в воздухе». И там, хотя по сюжету ключевая роль у такого невероятно инновационного самолета, но и дирижабли тоже во всю всех бомбят. Вот я процитирую отрывок. В небе, словно существа из совершенно иного будущего мира, реяли немецкие воздушные корабли. Все совершенно одинаковы по форме и размерам, устрепленные к одной цели, словно волчья стая, где каждый волк точно знает свое место. Продвигаясь вперед, воздушные корабли сокрушали квартал за кварталом, с той же легкостью, с какой ребенок рассыпает сложенные из кубиков города. Позади оставались руины и пылающие пожары, наваленные грудами и разбросанные мертвыми тела. «Центральная часть города превратилась в огромный костер, спасения из которого не было». Конец цитаты Герберта Уэллса. И вот в Первую мировую войну действительно налеты дирижаблей – это была важная часть сражений и битв. Уже в 1914 немцы бомбили Антверпен, в следующем году сразу три дирижабля бомбили Париж, и до Лондона тоже долетали с бомбами. Но что интересно, Кайзер Вильгельм II поначалу был против бомбежек именно Лондона, а потом согласился. Но при этом требовал избегать определенных районов города. Все потому, что он боялся, что от налетов пострадают его родственники – члены королевской семьи Великобритании. Вот война войной, а семья превыше всего. Ну, всего в Первую мировую немцы 52 раза отправляли дирижабли бомбить Великобританию, и из них 12 раз именно Лондон. Вот 21 января 1915 года немецкая газета «Кёльнише Цайтунг» написала об этом довольно пафосно. Процитирую. «Наши цепелины вознесли огненную десницу над Британией. Надменная Англия трепещет с ужасом, ожидая новых неотразимых ударов. Самое совершенное оружие, созданное гением немецких инженеров – дирижабль, способно поражать нашего врага в самое сердце. Око за око, кровь за кровь». В общем, да, на войне это изобретение, к сожалению, тоже использовалось. Но, как часто бывает, именно война стала стимулом для прогресса и для дирижаблей в том числе. И в 20-е, частично 30-е годы это действительно был очень важный для человечества вид транспорта. Один из самых знаменитых дирижаблей в истории – это граф Цеппелин, который построили в 1928 году. Почти 250 метров в длину, 30 в высоту, 5 двигателей и возможность поднимать 23 тонны груза, ну или 23 тонны людей. И если при слове «дирижабль» вы представляете себе такую воздушную улитку, которая еле-еле ползет по воздуху, то нет. Граф Цеппелин мог носиться со скоростью 130 км в час. И лететь он мог на расстоянии аж 11 тысяч километров. Это, если что, очень много. Это больше, чем, например, от Киева до Мексики. Причем этот маршрут можно было пройти с нормальным таким уровнем комфорта. Там было 10 двухместных кают, уборная, кухня, рассчитанная на 50 человек и просторная кают-компания, в которой можно было отдыхать. Сохранилось довольно много фото, и вот, например, каюта выглядит действительно довольно уютно. Похоже на такое просторное, комфортабельное купе современного поезда. Только с тем нюансом, что за окном не деревья или не соседние рельсы, а небо и облака. И вот вся эта мощь дирижабльская активно использовалась. Суммарно граф Цеппелин 590 раз летал в разные страны мира, перевез более 13 тысяч пассажиров и 143 раза пересек Атлантический океан. Еще один раз тихий. Ну и первое кругосветное путешествие в истории воздухоплавания это тоже его. Правда, несмотря на такую славную историю, финал у этого дирижабля был не очень торжественный. В 1940 году его просто разобрали, чтобы использовать запчасти для военных целей. Но почему же у этих таких успешных и комфортабельных воздушных монстров, почему их стали отправлять на слом? Все дело, к сожалению, в авариях. Наверняка все знают про катастрофу Гинденбурга. Это самый большой дирижабль своего времени, скорость 135 км в час, почти весь из легкого алюминия. Даже рояль там был внутри из алюминия. Но водород. Поднимал его в воздух газ водород, очень огнеопасный. Настолько, кстати, огнеопасный, что все пассажиры были обязаны при посадке сдавать спички и зажигалки. Нельзя было проносить на борт ничего такого. Но правда, при этом на самом борту все-таки была специальная комната для курения. И там был единственный источник огня на всем дирижабле, электрическая зажигалка. К сожалению, такие предосторожности Гинденбург не спасли. О том, что именно случилось, мы поговорим после небольшой паузы. Мы возвращаемся в небо. Сегодня говорим об авиации и в целом о том, как человек придумал и начал путешествовать по воздуху. Вот давайте уже закончим с тем, как дирижабли проиграли самолетом. В 1937 году Гинденбург, самый большой дирижабль того времени, совершил очередной трансатлантический перелет и должен был встать на стоянку в Нью-Джерси. Но произошло короткое замыкание, и он буквально за 30 секунд полностью сгорел на глазах у зрителей, которые пришли встречать пассажиров. Есть видео того, как это случилось. Здесь есть запись прямого репортажа на радио, которую вел журналист Герберт Моррисон. И это действительно довольно жуткий монолог, потому что все начинается с его спокойных слов, что вот дождик накрапывает. Но потом начинает в ужасе кричать, что все в окне, все полыхает, что люди вокруг не могут поверить в происходящее. И в итоге он сам начинает плакать. На борту были 97 человек, из которых погибли 35. Причем, что удивительно, я вот записываю эту передачу 8 ноября 2020 года. А знаете, когда в почтенном возрасте 90 лет умер последний пассажир дирижабля Гинденбург? 8 ноября 2019, розно год назад. Это был инженер Вернер Дёнер, и в момент катастрофы ему было 8 лет. Мать сумела выбросить его из окна, когда дирижабль падал. И, к сожалению, гибель Гинденбурга не была единственным крушением дирижаблей. Это просто самые заметные из них, потому что это был знаменитый дирижабль, и все это осталось на записях, на фото, на видео. И, например, группа Led Zeppelin, то есть свинцовый дирижабль, на обложке первого своего альбома поставила фото именно горящего Гинденбурга. Но был, например, еще Акрон. Акрон, это американский военный дирижабль, настолько продвинутый, что он был авианосцем. То есть он нес на борту несколько самолетов и мог прямо в небе их запускать и принимать. Но вот в 1933 году он тоже потерпел крушение над океаном, и погибли 73 из 76 членов экипажа. После всего этого дирижабли постепенно отошли в прошлое и окончательно проиграли состязание аппаратом тяжелее воздуха, то есть в основном самолетом. Сейчас дирижабли, если используются, то, по большей части, для рекламы или развлечения. Есть разные проекты для более солидных задач, есть даже идеи стратосферных дирижаблей, но вот до реального использования пока еще немного далеко. Так, самолеты. В прошлой передаче мы говорили, что люди давно пытались прицепить на себя какие-нибудь крылья и полететь. Но в итоге стало понятно, что человек все-таки не совсем птица, ему скудной силы не хватает, чтобы поднять самого себя в воздух. То есть некоторое время изобретатели смотрели в сторону планеров. Был, например, такой немец Отто Лилиенталь. Он считается одним из первых или даже первым профессиональным пилотом. Он сам сконструировал такие размашистые крылья, все еще довольно похожие на птичьи. Бегал по холмам, ловил ветер и таким образом летал, ну или планировал, если быть точным. И суммарно он так налетал более двух тысяч раз, но, к сожалению, в итоге в одном из полетов разбился. В общем, проблема долго заключалась в том, что у самолетов должен был появиться двигатель. Потому что, ну вот, в паровозах или пароходах использовать паровые машины. Прекрасная вещь, только в самолет ее не запихнуть. Она очень громоздкая. И всем авиаторам пришлось долго сидеть и ждать, пока инженеры, конструкторы не придумывают нормальный двигатель внутреннего сгорания. Ну и самим помогать его изобретать тоже. Если более или менее успешные планеры создавались по всему миру, то вот самолет, который мог бы лететь туда, куда ему нужно, это уже серьезная задача. И паровые машины действительно пытались присобачить на самолеты, экспериментировали с такими полетами, но получалось, конечно, паршиво. И тут появляются братья Райт. А может быть Альберто Сантос-Дюмон, а может быть Александр Можайский, Феликс Дютампль или Сэмюэль Ленгли. Как часто бывает с великими изобретениями и научными прорывами, к ним почти синхронно приходят разные люди. Вот, например, так называемый самолет Дютампля – это 1874 год, Франция. И, возможно, первый в истории аппарат с двигателем и человеком, который смог оторваться от земли. Феликс Дютампль разогнался на склоне, и, если верить свидетельствам, буквально несколько метров, но все же пролетел на этом своем смешном корыте. Но полноценным полетом это считать, конечно, нельзя. А еще вот есть самолет Можайского и Российская империя. Тут вообще все практически на уровне слухов, что якобы в 80-е годы 19 века его аппарат тоже ненадолго оторвался от земли, но потом сразу грохнулся обратно и сломал крыло. А вот Сэмю Лю Лэнгли в США запускал с помощью такой своеобразной катапульты довольно большие самолеты, правда, они были практически неуправляемыми, но все же. А главные споры по поводу того, кто же все-таки настоящий, успешный, первопроходец авиации, главные споры идут между братьями Райт и бразильцем Альберто Сантосом Дюмоном. Давайте сначала про менее известного. Сантос Дюмон родился и умер в Бразилии, но большую часть жизни провел во Франции. Там он и стал знаменитым и наизобретал всякого интересного. Это был действительно очень заметный персонаж, который дружил со знаменитостями, встречался с президентами, с монархами, был в настоящем селебрите. Причем прославился впервые он еще благодаря воздушным шарам и дирижаблям, выигрывал на состязаниях всякие призы и всякое такое. Но потом увлекся аппаратами тяжелее воздуха. И его сторонники считают, что именно Сантос Дюмон первым нормально полетал на самолете. Случилось это в 1906 году при куче зрителей на его самолете под названием 14-бис. Есть даже абсолютно потрясающие фото этого полета. Потрясающие, потому что невозможно поверить, что на вот этой вот халабуде можно вообще летать. Причем летал он при спокойной погоде, не использовал сильный ветер и взлетал сам, без катапульт или еще чего-то такого вроде там рельс, рельсовых конструкций. Это важно. Ну и дальше он продолжил конструировать самолеты, ставил рекорды и при этом раздавал чертежи всем подряд. К сожалению, в итоге у Сантоса Дюмона начал развиваться рассеянный склероз и он вернулся в Бразилию. При этом ему совсем не нравилось то, что самолеты, которые он вполне резонно считал частично своим изобретением, стали использоваться в войнах. И в 1932 году он на фоне болезни и в целом разочарования от жизни покончил с собой. Но в Бразилии он настоящий герой и уж там никто не сомневается, что братья Райт просто какие-то самозванцы, а вот уж кто действительно отец авиации, так это Альберто Сантос Дюмон. Ну продолжим мы разговор о путешествиях по воздуху после небольшой паузы. Мы возвращаемся в путешествие по небу и сегодня продолжаем говорить о том, как важна авиация для всего нашего современного мира. Вот самые медийные пионеры авиации это, конечно, американцы братья Райт. Если Сантос Дюмон очень переживал по поводу того, что его изобретения могут использоваться для войны, то вот Райт изначально целились как раз в армию и думали, что самолеты можно использовать, ну как минимум, для разведки. Они подошли к делу довольно вдумчиво и не просто пытались прибить два каких-нибудь крыла к двигателю и надеяться, что что-нибудь получится, как тогда было принято. Наоборот, они из каких-то огрызков построили себе своеобразную аэродинамическую трубу и проверяли в ней сотни вариантов разных конструкций крыльев. И вот прежде чем перейти к аппаратам с двигателем, они тоже много экспериментировали с планерами. Есть такая забавная деталь, они не особо рисковали сами на них летать, поэтому обычно использовали в качестве пилота мешок с песком. Но иногда пару раз какого-то местного парнишку тоже, видно, его было не очень жалко. Как бы там ни было, в 1903 году, 17 декабря, Орвил Райт на самолете Flyer пролетел 37 метров за 12 секунд. И этот полет тоже есть на знаменитейшем фото, всем рекомендую его найти в интернете и посмотреть просто для наглядности, как выглядел одно из возможных рождений авиации, с чего все начиналось. Кстати, в отличие от Сантоса Дюмона, Райт активно использовали и ветер, и, главное, рельсы. Они запускали самолет не просто так, с ровной земли, у него даже колес не было, а с вот такой рельсовой конструкцией. Но их проблема была совсем не в этом, а в том, что они секретничали. В Европе вообще считали их самозванцами, и заголовки газет были вроде Flyers or Liars, то есть летчики или лгуны. Братья Райт страшно боялись, что у них украдут какие-то идеи, и поэтому испытания проводили без свидетелей в каких-нибудь отдаленных местах. И когда поняли, что да, работает, можно гонять с нормальной скоростью десятки километров, можно всей этой летающей палаткой даже управлять, то они стали ее продавать. Братья Райт надеялись, что правительство США тут же вцепится в их аппарат и даст им кучу денег. Но как это выглядело для властей? До этого они уже вбухали нормально так средств, конкурирующие разработки самолетов, и все они довольно нелепо катались по земле или просто с грохотом разбивались на глазах у чиновников. А тут приходят какие-то продавцы велосипедов, потому что формально Райт ими и были, и говорят, так, у нас тут гениальное изобретение, давайте денег. А когда правительство говорило, ну полетайте, тут немножко перед нами, может и договоримся, то братья Райт отказывались, потому что боялись, что у них просто подсмотрят конструкцию и все украдут. При этом они активно пытались запатентовать свою систему управления, и в итоге им это удалось. И это действительно здорово помогло им в будущем, когда они выиграли несколько судебных процессов против конкурентов по поводу того, что те якобы сперли у них систему управления. Вот только через несколько лет, в 1908 году, и Райт стали более открытыми, и чиновники более сговорчивыми, и все наладилось. Были и демонстрационные полеты успешные, и путешествия в Европу, где вообще вышел настоящий триумф. Потому что европейцы же считали, что Райт, если и летали, то как-то очень коряво и нелепо. Но те на своем флайере, на своем самолете показали такой уровень авиации, что всем моментально стало стыдно за свои прошлые нападки и издевательства. Их просто вознесли на пьедестал. Потом и в США Райт публично стали много летать, заключили контракты с армией, и все у них в итоге сработало. Ну и у авиации тоже сработало. Потому что вдруг на глазах людей буквально за пару лет случилось вот то самое. Икар, индийские виманы, чертежи да винчи, все это оказалось не чушью, а абсолютно правильной идеей. Да, человек может путешествовать по небу. Вот, смотрите, какой-то нелепый сарай с простынками вдруг взлетает и не падает. И внутри человек, и он этим сараем управляет. Это, конечно, была фантастика, и авиация быстро стала одной из самых популярных, знаменитых вещей в мире, а братья Райт, ну просто самыми знаменитыми людьми планеты современности. Уилбур Райт, который, как пишут биографы, был как раз лидером, был идеологом всего вот этого, и первым заинтересовался авиацией. В его записках каких-то он пишет поначалу «я», «я сделал», «я полетел», «я изобрел», что-то такое. И только потом этим заинтересовался его брат Орвел, и возникло «мы», «мы что-то сделали». Так вот, к сожалению, Уилбур прожил всего 45 лет и умер от брюшного тифа. Жены и детей у него не было, он однажды несколько иронично объяснил, что у него есть время либо на жену, либо на самолеты. И свой выбор он, в общем-то, сделал понятный. Орвел, его брат, прошел долгую жизнь и умер в 1948 году. То есть он застал уже даже сверхзвуковую авиацию, он видел, к чему привело его изобретение. В последний раз он летал в 1944-м и обронил тоже довольно ироничную фразу, что его первый полет по расстоянию был меньше, чем размах крыльев самолета, на котором он полетал только что. В общем, мне кажется, что все-таки именно братья Райт должны считаться пионерами авиации. Потому что, несмотря на все оговорки, что там не было колес и все такое, именно они первыми смогли запустить в небо и, главное, смогли управлять чем-то похожим на самолет. И вот что меня всегда поражало в развитии авиации, так это темп. Просто какой-то абсолютно невозможный темп развития. Вот смотрите, 1903-й, братья Райт, кое-как, впервые взлетают на своем корыте. 1908-й, первый полет с пассажиром, то есть уже двухместный аппарат, тоже братья Райт. 1909-й, первая женщина-пилот, француженка Раймонда де Ларош. 1910-й, первый гидросамолет, то есть аппарат с возможностью взлетать и садиться на воду. 1910-й, первый взлет самолета с палубы корабля. В 1913-м изобретают автопилот, чтобы летчики могли чайку попить в процессе. И в том же, в 1913-м году, первая перестрелка в воздухе. Во время гражданской войны в Мексике два пилота начали палить друг друга из револьверов. Хотя, надо сказать, воздушные бои бывали и до этого, просто оружие было чуть другим, более нелепым. Тогда бросали друг друга в камни, специальные острые крюки, чтобы крылья порвать, ну и все такое. А вот уже в 1915-м году француз Ролан Гаро устанавливает на свой самолет пулемет так, чтобы пропеллер был как бы вокруг него. И таким образом можно было удобно стрелять прямо туда, куда летишь. Фактически он изобрел из истребитель. Кстати, кому имя Ролана Гаро показалось знакомым, все правильно. Открытый чемпионат Франции по теннису Ролан Гарос, это именно в честь него. В 1919-м на самолете впервые пересекли Атлантический океан, и в том же 19-м пассажирам предложили обед на борту. То есть прошло 15 лет, и вот от этой нелепой этажерки без колес, где пилот должен был лежать на пузе прямо на крылья, человечество прошло путь до самых настоящих пассажирских перевозок. Ну а кем дальше был путь авиации и куда она прилетела сейчас, поговорим после небольшой паузы. Мы возвращаемся к авиапутешествиям, которые сейчас не везде возможны, но все еще желанны и нужны. Вот я перед перерывом восхищался тем, какой темп в первые же годы набрало развитие авиации. Буквально за 10 лет от летающих тумбочек все переросло в пассажирскую авиацию. И во многом это случилось благодаря выходцу из Украины. В 1889 году в Киеве родился Игорь Сикорский. Он с самого детства интересовался конструированием, батарейки там какие-то сооружал, бомбу даже делал просто так для себя в качестве развлечения. Ну и в итоге увлекся авиацией. Уже в 1913 году Сикорский сконструировал самолет, который называл Илья Муромец. Это было просто что-то невозможное. За пару лет до этого он уже создал первый в истории четырехмоторный самолет, который показывал такие результаты, что в Европе его считали мистификацией. Просто не верили, что такое вообще возможно. Ну а вот Илья Муромец окончательно всех добил. Значит, смотрите, 13-й год. То есть всего-то через десяток лет после первого успеха братьев Райт на их вот этой летающей халабуде. Илья Муромец. Четыре двигателя, отдельный салон, отдельные спальные комнаты, ванная с туалетом, отопление и электрическое освещение. А еще в некоторых моделях Ильи Муромца была прогулочная палуба, и прямо во время перелета можно было потусоваться на свежем воздухе. При этом уже в первом, в одном из первых полетов самолет поднял 16 человек, и на всякий случай еще и собаку. Дальше Илья Муромец легко поднимался на высоту в несколько километров, поставил кучу рекордов по грузоподъемности, по времени полета без посадки и много чему еще. Развивался бы он, наверное, и дальше как пассажирский, но началась война, и Ильи Муромцы стали бомбардировщиками. По некоторым данным, за все годы Первой мировой эти самолеты 400 раз вылетали в бой и сбросили 65 тонн бомб и уничтожили 12 истребителей. В общем, для своего времени Сикорский создал, ну просто невероятную машину и заслуженно считался гением. В 1919-м, после революции, он эмигрировал в США и продолжил там вовсю гениальничать. В ближайшие 20 лет он создал еще 15 моделей самолетов, а потом переключился на вертолеты. Ну и именно благодаря им его имя до сих пор известно по всему миру, потому что компания Сикорский выпускает одни из лучших вертолетов в мире. В 2015 году, кстати, ее купила Локхит Мартин, знаменитый авиакосмический гигант. Еще один из многих заметных украинских следов в истории авиации, это, конечно, Мрие Ан-225. В 80-е годы его разработали и построили на Киевском механическом заводе, и это самый большой, самый тяжелый и самый грузоподъемный самолет в истории. 250 тонн грузов вполне он потянет, а в грузовую кабину влезает, например, 50 автомобилей. Вот несколько лет назад, может быть, кто-то помнит, Мрия летала из Киева в Австралию, и там просто чуть ли не треть континента встала в пробку, потому что десятки тысяч людей хотели приехать и просто посмотреть, как садится самый большой самолет в мире. Ну а всего у Мрия 250 разных мировых рекордов, в том числе по самым тяжелым, самым длинным грузам, ну и все такое. Есть, кстати, вторая Мрия, она построена на две трети, и периодически возникают разговоры о том, что надо бы достроить, но пока что-то никак. Так, и давайте раз уж о рекордах заговорили, да, самый большой Мрия, самый вместительный Airbus A380, он может перевозить аж 853 пассажира. Самый быстрый это X43A, он умеет носиться со скоростью более 11 тысяч километров в час, но это беспилотник, потому что человек бы просто не выдержал перегрузок на таких скоростях. Самый мелкий это BD-5Micro, он весит всего 162 килограмма и длиной 5 метров. Если интересно, прогуглите, BD-5Micro, такая смешная крохотулька. Самый дорогой самолет в истории это Northrop B-2 Spirit, это стелс-бомбардировщик. И вот если при слове стелс вы представили такой черный, необычный треугольный самолет, то да, это именно он. Их выпустили всего 21 штуку, и возможно это как-то связано с ценой, потому что один такой самолетик стоит 2,2 миллиарда долларов. Так, самый массовый, можно встретить утверждение, что это Ан-2, он же кукурузник, но вряд ли. Скорее всего, самый массовый самолет в истории это Cessna 172. С другой стороны, кукурузник в книге рекордов Гиннеса, потому что его выпускают аж 70 лет, настолько он простой и надежный. Вот, кстати, о надежности. Многие люди волнуются в самолетах, но зря. Авиация это действительно безопасный вид транспорта, исследования показывают, что ну почти самый безопасный в мире. Почти, потому что есть еще эскалаторы. Если их считать транспортом, то вот они уж совсем безопасны и безопасны. А самолеты на втором месте. Риск катастрофы всего-то 1 на 11 миллионов вылетов. То есть вероятность крушения это 0,00001%. Например, в автомобилях этот показатель намного выше, 1 к 5 тысячам по некоторым подсчетам. То есть если вы каждый день будете садиться на какой-нибудь авиарейс, то вам понадобится примерно 21 тысяча лет, чтобы попасть в катастрофу. Довольно трудоемкое занятие. При этом даже катастрофа не обязательно будет совсем уж катастрофической. За последние 40 лет подсчитали, что в авиакрушениях выживает примерно 67% людей. И кстати, турбулентности тоже можно не особенно бояться, потому что за все годы авиации она не привела ни к одной значимой аварии. Но когда говорят пристегнуться, лучше все же пристегиваться, потому что вот к травмам турбулентность приводила и не раз. Но в целом современные самолеты это невероятно надежные и технологичные конструкции. Хотя и довольно сложные. Вот в Боинге 767, например, 3 миллиона деталей. Все ключевые детали, все системы продублированы. Так что если вдруг что-то сломается или отвалится, то аппарат просто перейдет на запасной вариант. А некоторые системы не то что дублированы, их аж три одинаковые. И даже если все двигатели откажут, что конечно немыслимо, то самолет так сконструирован, что он не упадет, а будет планировать. Причем может без двигателей прилететь аж 150 километров. И это много. При том, что возможно вы замечали, самолет не летит по прямой. Обычно это дуга или даже такие зигзаги. Это не случайно, а связано с тем, что в любой момент полета самолет должен находиться не дальше, чем в 80 километрах от ближайшей взлетно-посадочной полосы. Просто на всякий случай. Ну и напоследок, самое главное. Самое наиважнейшее за оба наших выпуска о путешествиях по воздуху. Нет, пилоты не слышат, когда люди аплодируют в салоне после посадки. Ну а это были Декимандры, Юрий Марченко и до встречи через неделю в уже совсем другом местечке.